Несомненно, такая игра как коллапс заслуживала продолжения, ведь в ней присутствовали и зрелищный бой, и незаурядный сюжет, и удачное переплетение жанров. Да и многие геймеры начали просить еще, хотя бы дополнение, и спустя год оно вышло, однако разработчики честно предупредили, что это уже не совсем старый коллапс. Продолжение следует... Героя всасывает в иное измерение, и спустя две недели выплевывает обратно. Герой сразу чувствует в себе кучу изменений, в основном в моральном смысле. Он стал более легко относиться к жизни, никаких целей сейчас он перед собой не ставит, а единственное его желание это наконец-то выбраться с зоны и взглянуть на большой мир. Разработчики не соврали, от старого коллапса отрезали очень многое, залепив освободившееся место новыми кусками. Игра стала более похожа на слэшер, а ее механика упростилась. Теперь для того, чтобы герой бил серии ударов, не обязательно кликать левую кнопку мыши с правильным интервалом. А мини-игры с боссами, где нужно было в правильной последовательности нажимать клавиши, превратились в простое кликанье по опять той же левой кнопке мыши. Из добавления к игре стоит отметить трещленку монстров, то есть игрок сможет разрубать врагов на куски. Ярость, то есть убивая врагов у нас растет шкала ярости, заполнив которую герой начинает крушить все и вся. Некоторые изменения в комбо и энергоударов. И самое большое добавление это ролевая система. Рубя противников на мелкие кусочки, герой зарабатывает очки опыта. Причем стоит сказать, что опыт дается за умерщвление тварей только верным мечом. При расстреле их из автомата, пистолета и тому подобное толку не будет. Так вот, при достижении уровня мы получаем один балл, который сможем потратить на прокачку одного из девяти навыков. Это пять комбоударов, знакомых по оригинальной игре, только сейчас они отличаются тем, что имеют некую ауру, воздействующую на противника. То есть из серии, вытягивающие из врага жизни, передающие ее нам, ярость, энергию или просто более сильные удары. А также четыре энергоудара, прокачивая их мы увеличим их силу, длительность и тому подобное. Также к прокачке можно отнести достижения, вроде убить 100 монстров мечом или убить 10 монстров не потеряв здоровье. Всего таких достижений 50, и причем за каждое пятое дается какой-либо бонус в виде увеличения максимального здоровья, энергии, либо какую-либо другую способность. Коллапс ярости смеси жанров стал слэшером с элементами РПГ. Кого-то это огорчило, а кому-то наоборот понравилось. Лично я отношусь к первой категории, ведь игра утратила что-то, что заставляло игроков поверить в особенность коллапса. Но в принципе проект довольно неплохой. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.